Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге Паралепоменон или книге летописей. И мы будем читать 18 главу, где рассказывается о победах Давида и о ближайших помощниках Давида. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из рук филистимлян. Он поразил также мавитян, и сделались мавитяне рабами Давида, принося ему дань. Кстати, мавитяне, они в родстве с Давидом, потому что его прабабка Руфь мавитянка. И поразил Давид Адразара, царя Сувского в Эмафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч садников и двадцать тысяч пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только сто. То есть он как бы уничтожает эти колесницы, чтобы никто не мог воспользоваться этими военными машинами древности. Потому что колесницы это были не просто колесницы, там специальные орудия прикреплялись к этим колесницам. А когда такая колесница врывалась в толпу воинов, там крутились ножи специальные, которые умерщвляли людей. Сирияне дамасские пришли, было на помощь Кадразару, царю Сувскому. Но Давид поразил 22 тысячи сирян и поставил Давид охранное войско в Сирии дамасской. То есть он не просто приблизился к их границам, но уже вошел на их территорию, там поставил военную базу, как бы сейчас сказали. И поставил Давид охранное войско в Сирии дамасской. И сделали сирияне рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда бы он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим. Потом это золото будет использоваться для украшения храма Соломона. А из Тифхавы и Куна, городов Адразаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды, то есть то, что потом для храма. И услышал вой, фой, это имя, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразара, царя Сусского. И послал Иорам, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адразаром и поразил его. Ибо вой, это имя, был в войне с Адразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные, медные. То есть он пришел благодарить Давида, что он расправился с его врагом Адразаром и не с пустыми руками, благодарил Давида. А принес золотые, серебряные и медные сосуды. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которые он взял от всех народов. То есть посвятил Господу, то есть их можно было использовать только для храма. А взял он это серебро и золото от Идумиян, Мавитян, Аманитян, Филистимлян и от Маликитян. И Авеса, сын Саруи, поразил Идумиян на долине Солиной, 18 тысяч. Это военачальник. И поставил в Идумии охранное войско, то есть военную базу создал, как и Давид. Это слуга Давида. И сделали все Идумияне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил. Вот здесь, в действиях Давида, мы видим, что для того, чтобы себя обезопасить, надо создавать военные базы аж на территории противника. Такой прецедент. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Царь должен был совершать суды. Собственно говоря, мы знаем суды Соломона, но любой царь еврейский, он был и верховный судья. Иоав, сын Саруи, был начальником войска. Иосафат, сын Ахилуда, дейписателем. Дейписатель – это как раз летописец, который записывал деяния царя, которые потом легли в основании этой книги Паралепоменон или книги летописи, хроник. Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суза – песцом, Ванея, сын Иодая, над Хелефеями и Фелефеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. То есть своих сыновей он держал первыми при себе, помощниками. Они должны были научиться как бы вписываться в правление Давида, быть помощниками отцу, таким серьезным подспорьем для того царствования, которое он осуществлял. Субтитры создавал DimaTorzok